Мы редко встречаемся на самом деле, я такое модератором замечание сделаю. Я бы хотел, чтобы эти встречи были в будущем ежемесячно. Мы студенты технических направленностей, построим оборудование на лабораторное, сделанное на старом оборудовании, устаревшем, то есть осциллографы 76-го и более лет. Будет ли производиться замена на новое оборудование, современное? Хороший вопрос, очень такой злободневный. Во-первых, она уже проводится, эта замена. Это оборудование, закупленное в рамках реализации постановления 220-го и 219-го по привлечению ученых с мировым именем и по созданию такой науционно-технологической инфраструктуры. Было закуплено оборудование больше, чем на 200 миллионов рублей. Это финансирование в большей мере продекларировано, а финансирование реальное мы получим только в 2013 году. Мы, безусловно, понимаем, что материально-техническая база устарела, ее надо обновлять. То, что сейчас механизмы для обновления материально-технической базы, финансовые рычаги, государством заложены, это я подтверждаю, утверждаю и так далее. И, естественно, это наша приоритетная задача. Меня, как первокурсника, интересует такой вопрос. В чем заключался и зачем нужен блок функциональной грамотности, БФГ? Я считаю, что мы потеряли месяц, из-за чего в оставшееся время до начала сессии эту информацию нам как-то более сжато преподносят и тяжелее ее усваивать. Мы отчисляем огромное количество студентов ежегодно, именно потому, что они не в состоянии воспринять учебу в университете как серьезное занятие. Мы в прошлом году, при том, что набрали 3400 человек, отчислили около 1500 человек в период первой и второй сессии. Что происходит? Человек после достаточно жесткой дисциплины школьной попадает в состояние такой академической свободы, когда за ручку его никто не водит из аудитории в аудиторию, расслабляется, ну а когда уже наступает сессия, собираться сложно, ну и все заканчивается отчислением после первого семестра. Это первая задачка, которую мы решали. Включить человека в процесс. То есть научить его в университете учиться. Это первая задачка. А вторая задачка, хотя бы его подтянуть, значит, среднестатистического студента, до уровня, при котором он в состоянии воспринимать информацию в университете. По поводу студентов, которые с изначально высоким уровнем приходят, я, конечно, что хочу сказать. Да, я понимаю, что для вас это повторение, и вы можете сейчас это воспринимать как потерянное время. Но я вас уверяю, что его значительно больше теряется, когда преподаватель, сидя в аудитории, или стоя в аудитории, вынужден ориентироваться не на высокий уровень студентов, на студентов высокого уровня, а на студентов низкого уровня. В сентябре этого года решение ученого совета были отменены скидки на обучение. Вот хотелось бы узнать, по какой причине это произошло? Просто скидки являются хорошим стимулом, отличным даже стимулом для обучения студентов коммерческого отделения. Значит, мы держим стоимость обучения на минимально допустимом уровне. Еще в 96-м году был принят закон, согласно которому государственные учреждения могут оказывать образовательные услуги за деньги, но не дешевле, чем то, сколько за эти услуги платит государство. То есть, если государство просит подготовить студента по направлению экономика и платит за это 60 тысяч 200, то вузы имеют право установить стоимость обучения от 60 тысяч 200. Сейчас все вузы получают совершенно одинаковое финансирование по одной и той же специальности или одному и тому же направлению подготовки. Но при этом, если вуз, или филиал, или частный вуз, их тоже допустили к бюджетным местам, вдруг получил бюджетное место, хотя бы одно, и рядом обучается еще 10 коммерческих студентов, условно говоря, коммерческих, то они должны платить не меньше. Иначе это не целевое использование государственных средств. Поэтому, собственно говоря, мы были вынуждены отменить все скидки. Я так понимаю, что все-таки мы все здесь присутствующие взрослые люди. И понимаем, что без прохождения аккредитации вуз существовать не может. И, соответственно, если он аккредитацию не пройдет, то и диплома вы не получите. И в этом смысле мы все в одной лодке. Поэтому все, что делается в плане подготовки к аккредитации, оно делается ради студентов, ради университета. В 21 веке с приходом новых специальностей часть материала из общих предметов становится неактуальной. Есть ли возможность студенту, если его не устраивает материал, или необходим другой, который будет непосредственно связан с его специальностью, попросить отладить программу по данному курсу? Что нужно для этого сделать? И что нужно сделать в случае объективного желания замены преподавателя? Мы провели унификацию образовательных программ, в том числе с актуализацией этих образовательных программ. И это только первый шаг. Следующий шаг – это сближение образовательных программ с профессиональными стандартами. То есть сделать так, чтобы человек после окончания университета мог сразу сдать сертификат в каком-то профессиональном сообществе, в том числе и за рубежом. Именно для этого мы и ввели усиленную подготовку по английскому языку, чтобы наши выпускники могли найти себе работу в любой точке мира. Мы сейчас ведем активную работу с «АвтоВАЗом» по разработке требований к нашим выпускникам. На сегодняшний момент они задают, наверное, самую высокую планку по соответствующим отраслям подготовки, потому что эта планка обусловлена созданием международного альянса «Рено-Ниссан-АвтоВАЗ». С другой стороны, для нас, безусловно, важным является мнение конечного потребителя услуг наших образовательных, то есть студентов. Это полностью соответствует, в том числе, подходам системы менеджмента качества. До сих пор мы у вас полноценно, в полном объеме мнения не спрашивали. Это неправильно. Поэтому у нас сейчас в таком экспериментальном режиме планируется разработка анкет и опрос студентов по нескольким направлениям подготовки именно выяснить, что вас устраивает, что не устраивает в образовательном процессе. Не знаю, будут ли туда включены вопросы относительно преподавателей, но мы попытаемся максимально, причем на анонимной основе, получить обратную связь от вас, в том числе и в плане актуальности или неактуальности того, что вам преподают.